Позади пулевая стрельба, мини-футбол, плавание. Сегодня в рамках девятой летней спартакиады школьников объединили соревнования по настольному теннису. Спортивный проект «Сделай правильный выбор» реализует, который администрация Ленинского района города продолжает считаться единственным в своем роде на Брещене. Да, можно отправить ребенка в спортивный лагерь, в обычный лагерь загородный или пришкольный. У нас ребята и трудятся в бригадах пришкольных и в крепости, но наш проект, он предполагает, что ребята могут попробовать себя в различных видах спорта, зарекомендовать себя, выбрать вид спорта и быть занятым на протяжении всего летнего периода. Поверьте, ребята готовятся в течение учебного года для того, чтобы в дальнейшем принять участие в такого рода соревнованиях. Конечно, уже в следующем году будет юбилейная спартакиада, 10-й «Сделай правильный выбор» и, конечно, мы планируем ее всячески поддерживать, развивать и популяризировать. За теннисным кортом проявляли свои спортивные способности учащиеся 13 школы Ленинского района. Кто-то принимает участие в первый раз, а кого-то можно смело назвать старожилом летней спартакиады. Во-первых, я теннисом занимаюсь уже 5 лет, и я довольно много ездила на соревнования, и на этих соревнованиях я потому, что, чтобы помочь своей школе, а не сидеть дома, лучше развлечься чем-то, чем сидеть в компьютерах. Спортивный проект «Сделай правильный выбор» не только полюбился брещанам, инициатива выходит на международный уровень. Восьмилетний Андрей вместе с папой приехал в Брест из далекого Якутска не только для полезного времяпровождения, но и получения хорошего спортивного опыта. Андрей очень любит настольный теннис. Он уже занимается более года. В Якутске он занимался у тренера чуть больше года. И в этом году мы переехали в город Брест. И здесь он тоже очень хотел заниматься теннисом, дальше продолжать свою игру. И решили приехать на это соревнование. По итогам соревнований первое место заняла средняя школа номер 5. Традиция проекта – награждение лучших. Креативные сувениры и сладкие подарки, как всегда, стали хорошим поощрением учащихся. Субтитры создавал DimaTorzok